Сегодня я подписал указ об особом порядке управления до преодоления кризиса власти. Как и в момент распада СССР, еще раз Гайдар подставил себя под огонь критики в октябре 93-го года, когда президент распустил парламент и политический кризис перерос в вооруженное восстание. 3 октября события были полной неожиданностью для власти. Я это, слава богу, знаю не понаслышке. Я был на совещании у Ельцина утром 3-го. Мы докладывали о результатах поездок по региону. И вопрос о том, что в Москве сегодня могут быть крупные массовые беспорядки, переходящие в угрозу до блокады Белого дома, не обсуждался. Несколько часов власть Бориса Ельцина висела на волоске. И тогда Егор Гайдар по телевизору призвал москвичей выйти на площадь перед Моссоветом на защиту президента и демократии. Наше будущее сегодня в наших руках. Если мы его проиграем, нам не на кого будет пенять, кроме как о нас самих. Потому что я знал о силовых структурах и понимал, потому что ничего и не сдвинется с места. Сколько бы кто бы ни говорил, сколько бы кто бы каких приказов бы ни давал, сколько кто бы, кому бы Ельцин ни звонил. Ничего не сдвинется с места, если мы не переломим картину ситуации в Москве. По призыву Гайдара пришли десятки тысяч человек. Их делили на группы, чтобы раздавать оружие. Но в ночь с 3 на 4 октября войска, наконец, вошли в столицу, блокировали Белый дом. В середине следующего дня мятеж был подавлен. Последняя русская революция 20 века закончилась. Я от Гайдара не ожидал, конечно, вот такой жестокости. Я в тюрьме ознакомился с этим, и был просто... Я никак не ожидал, что вот такая... Вообще вот эти какие-то были, они какие-то бесчувственные, какие-то жестокие люди. Я никак не могу понять, вот что за мотивы у них двигались. И вы что, действительно считаете, что вот мы, люди, которые по-другому представляют себе будущее нашей страны и наши цели, должны были тогда сидеть по домам и ждать, когда они возьмут Останкино, потом на их сторону переметнуться, как на сторону победителей войска, потом возьмут Кремль и установят там свой коричневый порядок в России, а мы будем сидеть и ждать, кто же нас не защитит. Никто из депутатов Верховного Совета, политиков и генералов, которые занимали сторону парламента, не был убит или ранен. Руководители Верховного Совета, отсидев под следствием в изоляторе несколько месяцев, по амнистии были отпущены на свободу. А 350 томов уголовного дела, собранных следователями Генеральной прокуратуры, никому так и не понадобились. Продолжение следует...